Самара с высоты птичьего полета. Нашей съемочной группе удалось одной из первых прокатиться на новом колесе обозрения. Его высота более 50 метров. Вид отсюда открывается потрясающий. Полюбоваться видами города не помешал даже туман. Колесо обозрения может работать при температуре до минус 20 градусов. Кабинки застеклены и отапливаются. Каждая рассчитана на 4 человека. Самарцам новый аттракцион уже пришелся по душе. Аттракцион нужен всегда. Хоть взрослым, хоть детям. Чтобы покататься, посмотреть вид Самары. Конечно, чтобы проводить досуг, чтобы любоваться природой, чтобы любоваться городом. Конечно, нужно. Вот ребенок уже хочет, просится. Очень даже хорошо. С удовольствием и сами прокатимся. Конструкция аттракциона спроектирована без фундамента, что значительно упростило процесс монтажа. В основании опор размещены бетонные плиты повышенной прочности. При этом на устойчивость, надежность и эксплуатационные характеристики это не влияет. В подтверждение тому получены и заключения, и проведенная сертификация аттракциона. Колесо обозрения готово к круглогодичной эксплуатации. Запрещено запускать механизм только при ветре со скоростью выше 15 метров в секунду, ливне, грозе и мокром снеге. При хорошей погоде колесо безопасно, рассказывают представители муниципального предприятия парки Самары. Это колесо соответствует всем мировым стандартам безопасности. Здесь продумано все, начиная от того, что посетители аттракциона не могут изнутри открыть кабины, то есть невозможен выход самовольный из колеса. Продолжая тем, что продумано несколько резервных систем обеспечения электроэнергии данного объекта. Цены на новый аттракцион – 250 рублей для взрослого и 150 для детей. Выходные на 50 рублей дороже. Что касается старого колеса, который находится в парке Гагарина, его демонтируют в следующем году. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.